Добрый вечер! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С наступающим! Телерадиокомпания «Заречный» готовит особый подарок всем жителям города. Хочется, чтобы наш проект в каждый дом нашего города Заречного принес какие-то приятные ощущения. Тем более наше шоу будет в эфире как раз в канун Нового года. И теперь об этих и других новостях подробнее. Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте один из главных вопросов повестки каждого дня руководства Заречного. В настоящее время он всесторонне прорабатывается в отношении льгот для всех категорий граждан, которым требуется социальная поддержка. Рассмотрение повышения стоимости тарифов было отложено депутатами по просьбе мэра Вячеслава Гладкова на месяц. Дело в том, что законом Пензенской области с 1 января 2013 года отменен единый социальный проездной билет. В связи с чем власти Заречного делают все возможное, чтобы закон не ударил по социально незащищенным слоям населения. Через месяц депутаты вернутся к его рассмотрению. А как будем ездить в январе, сегодня на брифинге для городских СМИ, рассказала заместитель главы администрации Заречного Юлия Зубова. У нас проезд остается по той же цене в течение января месяца. Все действующие на данный момент льготные проездные билеты будут сохранены за исключением городского проездного пенсионного. Мы просто обязаны поставить в одинаковые условия всех пенсионеров и те, которые входят и входили в реестр региональных федеральных льготников и пользовались проездным билетом с этим правом. И отдельные пенсионеры, которые не входили в этот реестр, но пользовались проездным билетом. Наши пенсионеры будут в тех же условиях, что и в Пензе. С единственной разницей в том, что если пенсионеры в городе Пензе за 8 рублей могут делать бесплатно только 40 ездок, ой, по 8 рублей, извиняюсь, то в городе Заречном по 8 рублей они будут ездить в неограниченном количестве. Итак, цены на проезды Зареченцев в январе останутся прежними. Продажа всех действующих проездных билетов, за исключением пенсионного, также по прежней стоимости открывается 26 декабря. Купить их можно будет, как и раньше, в едином расчетно-кассовом центре и муниципальном предприятии «Автотранс». Ездить в автобусах Зареченцы пока будут по-старому, а вот отдыхать по-новому. Мы уже рассказывали, как в Центральном парке на месте старого кафе «Пингвин» открылся одноименный центр семейного отдыха. В новом кафе постарались все сделать для удобства и комфорта горожан всех возрастов. По сути, проект стал тем самым социально ориентированным бизнесом, о котором вновь недавно говорил президент. Демократичные цены, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, новые рабочие места. К тому же бизнес зарегистрирован в Заречном, а это значит, что и налоги тоже останутся в городе. Но если говорить о работниках «Пингвина», то в большинстве своем это молодые зареченцы. Найти работу, которым сегодня, ой, как непросто. Молодежь и средний возраст, который занимается техническим обслуживанием здания. Молодежь работает с удовольствием, потому что традиционно места барменов, аниматоров, официантов занимают именно представители студенчества, которые подрабатывают, имеют свои деньги, зарабатывают уже стаж, запись в трудовой книжке, соцпакет, ну и все остальные преимущества, которые дает официальное трудоустройство. Недалеко от дома и уважительное отношение начальства к работникам. Новые заведения, достаточно новый формат, что совмещено и предприятие общественного питания, и детский городок. Коллектив, безусловно, очень большую роль играет, дашу значение. Если бы не было такого коллектива, наверное, нас бы здесь тоже не было. То есть одна молодежь, дружный коллектив, общаемся, смеемся, шутим. То есть на позитиве все. О новом семейном центре мы поговорим сегодня с руководителем группы компании, в которой входит центр семейного отдыха «Пингвин» Игорем Пермяковым. Добрый вечер, Игорь Юрьевич. Игорь Юрьевич, я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в нашем городе, в Заречном, вот некоего места для полноценного семейного отдыха и детского кафе, в частности, не было уже, наверное, несколько десятков лет. После того, как закрылся старый «Пингвин». А такого комплекса, как новый «Пингвин», ну, не было, наверное, вообще никогда, даже при старой советской власти, да? И предприниматели в один голос с начала 90-х годов утверждали, что этот бизнес, он не рентабелен. Он не может существовать в принципе. Вот скажите, пожалуйста, а что вас подвигло на такой шаг, как открытие в нашем небольшом закрытом городе такого крупного семейного центра? Мэр города Заречного, Голодков Вячеслав Владимирович, обратился к нам с просьбой реанимировать парк и создать центр семейного отдыха для горожан, что мы сделали в короткие сроки, и жители города могут сами это увидеть. Спасибо большое, Игорь Юрьевич, и мы совсем скоро с вами увидимся. О том, какие услуги предоставляет новый «Пингвин», мы поговорим с гостем нашей программы сразу после информационного блока. Не переключайтесь, будет интересно. Ну, а пока к другим темам. В канун Нового года жаркая пора наступает для сельхозработников. В Зареченском тепличном комбинате сегодня высадили первую партию огуречной рассады. Инновационный подход, примененный при выращивании новой системы орошения, все это обещает хороший урожай экологически чистых зареченских огурчиков. Светлана Дземина на миг перенеслась в весну. Плюс 25 яркое солнце, зеленеющие растения, и все это не жаркие тропики, а зареченские теплицы. С самого утра здесь кипит работа. Такие торжественные и ответственные дни в тепличном комбинате бывают дважды в год, когда ростки огурцов только высаживают и когда собирают урожай. Пока сотрудники комбината, как пчелки, кружат над саженцами будущих огурчиков. Сажают тот же сорт, что и в прошлом году, атлет. Однако в этот раз работа вдвойне ответственная. Рассаду в этом году выращивали по новой технологии. Не в торфяных таблетках, а в кубиках из минеральной ваты. Это удобнее и практичнее. Растения получают все необходимые вещества в полном объеме. Результат заметен уже сейчас. Знаешь, что в каждый кубик мы вылили вот это количество, и что там полный набор и азот, и фосфор, и калий, и кальций, и магний, и все микроэлементы. Там все это есть, в отличие от того субстрата, на котором выращивали раньше. Просто на этом спокойнее, и, конечно, рассада ровнее. Да и самим овощеводам не придется копаться в земле. Кубики с рассадой просто ставят на маты с той же минеральной ватой, куда растения и пускают корни. Процедура больше напоминает сборку конструктора, чем пересадку растений. В теплице уверены, что новая система позволит получить больше урожая. Урожай мы ожидаем к 1 февраля. Ну, возможно, чуть раньше, но вообще по плану 1 февраля. А урожайность мы планируем 30% в плюс, видите. В цифрах это приблизительно так. Если мы собираем в первом обороте, то есть вот в зимнем обороте, 22 килограмма с одного квадратного метра, то в этом году мы планируем 26-28. Насколько эффективной оказалась новая система, можно будет сказать уже через месяц. Пока же продолжается посадка огурцов. До Нового года в теплицах планируют засеять огурчиками 4 гектара. Зато Зареченский лук поспеет как раз к новогоднему столу. Уже на этой неделе в теплице будут собирать урожай. Но это уже другая история. Из теплой весны теплиц в морозную реальность. Зима, обещают синоптики, все же будет, как положено, с метелями, снегопадами, оттепелями и холодами. Причем уже на этой неделе. Коммунальщики готовы встретить снегопады и всеоружие. А вот готовы ли к этому горожане? Чтобы не повторилась снежная проблема прошлого года, коммунальные службы предлагают новый вариант уборки города. Ксения Тризна с подробностями. На дворе конец декабря. Но поверить в это трудно. Снега практически нет. Однако, по сведениям синоптиков, изменчивая и капризная погода готовят предновогодний сюрприз. Потепление, дождь и снегопады. Прогнозы пензенских метеорологов это подтверждают. Около нуля. В общем, тепло и осадки в виде мокрого снега и дождя. Коммунальные службы уже готовятся встретить непогоду. Со снегом, говорят, справятся. А вот с подснежниками, конечно, не с 12 месяцев, а с железными. Это проблема. Убедительно просим убирать свои машины именно после снегопада с внутриквартарных территорий на магистральной улице. Машину необходимо убирать по четным дням на четную сторону улицы, по нечетным дням на нечетную сторону улицы. В забитые автомобилями дворы снегоуборочная техника просто не сможет въехать. Так что все претензии водителей и пешеходов к коммунальщикам по большей части будут беспочвенными. А чтобы оставить место для проезда по улицам, нужно всего лишь следовать правилам четной и нечетной стороны. В конце концов, природа возьмет свое. И наступит настоящая зима с метелями и снегопадами. Если вы хотите, чтобы ваш двор был чистым, не мешайте специальной технике. Отгоните свои машины из двора на время уборки снега с 9.00 до 16.00. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В новогодние праздники в Заречном усилят контроль за безопасностью. Глава администрации города утвердил план мероприятий по обеспечению безопасности горожан во время новогодних и рождественских праздников. В соответствии с этим документом, все организации, где проводятся праздничные мероприятия, должны быть оборудованы средствами пожаротушения, средствами связи и оповещения. Готовность городских учреждений к новогодним елкам проверили специалисты госпожнодзора и управления гражданской защиты. Рассказывает Светлана Теплухина. В Дворце творчества детей и молодежи только что свершился праздник. На сегодня здесь запланировано три представления у елки для зареченской ребятни. К новогодним утренникам готовились организаторы, артисты, дети, а также пожарные и специалисты управления гражданской защиты. Их работа для большинства пришедших на праздник остается незамеченной. Между тем, без участия этих спецслужб хоровод у елки не состоялся бы. Все новогодние мероприятия согласовываются со специалистами Государственного пожарного надзора. Помещение обязательно должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Должно быть не менее двух выходов, не менее двух огнетушителей. Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж и дежурить, соответственно, на данных мероприятиях. Всем перечисленным требованиям Дворец творчества детей и молодежи полностью соответствует, как и другие городские учреждения, организующие новогодние праздники. А если ЧП все-таки случилось, на помощь готовы прийти все службы экстренного реагирования. На время праздников в режим повышенной готовности переведены спасательные службы и службы гражданской обороны. Усилены аварийно-ремонтные бригады. Обращаться в муниципальную едино-дежурную диспетчерскую службу города по 0,5. Все силы и средства будут приведены измедлительно в готовности. Новогодние хороводы кружат сейчас возле десятков и сотен елок. Тысячи детей и взрослых встречают Новый год и произносят традиционное праздничное заклинание. Раз, два, три! Елочка, грани! Чтобы это пожелание не воплотилось буквально, даже в самом разгаре праздничного веселья о правилах безопасности забывать нельзя. Ведь, например, вспыхнувшая елка полностью сгорает за 15 секунд, а меньше чем через минуту в огне погибает все, что ее окружало. Светлана Теплухина, Андрей Лешин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Безопасность, несомненно, превыше всего, но ведь Новый год. В Центральной партии культуры и отдыха «Заречья» полным ходом идет подготовка к празднику. Елка установлена, сценарий утвержден, роли расписаны. По традиции, в первую ночь года здесь пройдет массовое гуляние. В два часа 1 января начнется новогодняя программа. Программа рассчитана на час. Будет много песен, танцев, а также новогодние хороводы со зрителями. Финалом музыкального представления будет красочный музыкальный фейерверк. «Зареченцев» будут поздравлять Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Праздничные мероприятия в парке будут, кстати, идти в течение всех каникул. 3, 4 и 5 января в 12 часов здесь ждут детей вместе с родителями на спортивно-развлекательные программы. А 7 января в 17 часов парк приглашает всех, кто хочет заглянуть в будущее. Здесь пройдут рождественские святки. Свой сюрприз для горожан готовит и наша телерадиокомпания. В канун Нового года в нашем эфире все телезрители смогут увидеть новый проект «РК «Заречный». С праздником вас поздравят известные люди, лучшие творческие коллективы города и, конечно же, ведущие наших телепрограмм. Из-за кулисья новогоднего телешоу репортаж Ксении Тризной. В этом году у наших телезрителей появилась возможность встретить Новый год с телерадиокомпанией «Заречный». И прямо сейчас на наших глазах создается новогоднее телевизионное шоу, которое вы увидите впервые. Звуки музыки, блеск мишуры, радостные нарядные гости, искристой шампанской в бокалах, украшенная елка. Новый год! А всего несколько часов назад все было совсем по-другому. Устанавливалась и настраивалась аппаратура. Прокладывались кабели, выставлялись софиты. Режиссеры, видео- и звукооператоры, осветители, компьютерщики, техники. Наконец, камеры готовы, точки съемки выбраны, режиссер дает последние ценные указания и можно начинать. Теперь от каждого члена команды зависит очень многое. Когда все вместе друг друга понимают, идут на одном дыхании, то очень хорошо. А когда один начинает на себя тянуть одеяло, здесь вся работа. Самое главное, что здесь нужна нам слаженность. Операторы отвечают за картинку. Артисты выступают на сцене с номерами. А задача ведущих – создать новогоднюю атмосферу. Заставить людей почувствовать, что праздник уже на пороге. Единственное, мандаринками, конечно, не пахнет. А даже наряженная елка есть. Тут, собственно, все уже само собой, самим своим видом создают ощущение праздника. С таким настроем праздник вместе с гостями и сотрудниками телерадиокомпании «Заречный» обязательно придет в каждый дом. Хочется, чтобы наш проект в каждый дом нашего города «Заречного» принес какие-то приятные ощущения. Тем более наше шоу будет в эфире как раз в канун Нового года. Уже 29 декабря вы сможете включить телевизор и посмотреть праздничное телешоу от ТРК «Заречный». Встречайте Новый год с нами, и он обязательно будет добрым и счастливым. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». И новогоднее телешоу, и новые телеканалы, и качественное обслуживание – все это может быть у вас. Приятная новость для наших потенциальных абонентов. По многочисленным просьбам горожан телерадиокомпания «Заречный» продляет время действия новогодней акции «Подключайся». Получить пакет качественных программ кабельного телевидения и стать претендентом на ценный приз вы сможете до 28 декабря включительно. А розыгрыш подарков пройдет на Старый Новый год. Не упустите свой шанс. В канун Нового года двойной юбилей отметила преподаватель детской школы искусств Валентина Танаева. За 35 лет работы Валентина Павловна открыла удивительный и прекрасный мир музыки десяткам юных зареченцев. Благодарные ученики поздравили любимого учителя. Наша съемочная группа побывала на юбилейном концерте. 55 лет жизни. Из них 35 отданы любимой профессии. Свой юбилейный творческий вечер педагог фортепианного отделения детской школы искусств Валентина Танаева отметила на сцене. В окружении учеников. А как иначе? Ведь именно они – главное достижение Валентины Павловны. Именно их она научила любить и уважать ее величество музыку. Именно их когда-то непослушные пальчики сегодня с легкостью порхают по клавишам. За 35 лет своей педагогической работы Валентина Павловна воспитала лауреатов и дипломантов конкурсов российского и международного уровня. Кто-то из ее учеников тоже выбрал преподавательскую деятельность – служение музыке и детям. Зареченский педагог смогла передать им свой главный секрет мастерства. Музыка – это, во-первых, вид искусства. А вид искусства – это всегда требует творчества и сотворчества детей и педагогов вместе. И это интересно очень. Поэтому я не жалею всего на детей. Тем более дети очень хорошие, очень талантливые. Талантливые у меня. Воспитанники Валентины Павловны не менее тепло отзываются о своем учителе. Именно так, с большой буквы. Очень трудолюбивая, усидчивая, хороший педагог. Терпения у нее много. Она просто занимается хорошо. Ну, очень она хорошая. Теперь инструмент для нас как родной. И не так уж важно, что исполняют дети на ставшем родным инструменте – классические фуги баха или джазовые импровизации. Главное, считает Валентина Танаева, научить ребят ценить содержание произведений и качество их исполнения. Через несколько минут мы вернемся в студию, чтобы продолжить наш разговор в прямом эфире с гостем. С сегодняшним нашим гостем Игорем Пермяковым, руководителем группы компаний, в которую входит Центр семейного отдыха «Пингвин». Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Банк «Российский капитал» предлагает вам кредит «Надежный» от 15,9% годовых. Ждем вас по адресу. Город Заречный, улица Заречная, 1. Колбасные изделия «Суворовский продукт» с зеленым листком – специально для тех, кто заботится о своем здоровье, кто ценит качество и вкус. В Новый год мы все строим планы. Бухгалтер – строит планы счетов. Юрист – план судебной защиты. Кадровик – работу с персоналом. Директор – план расширения рынка. Пусть все ваши планы поддерживаются и воплощаются. С Новым годом и новыми планами вместе с «Консультант Плюс». «Консультант Плюс» – надежная правовая поддержка. У меня идеальная работа. Работаю, когда хочу и сколько хочу. Ни перед кем не отчитываюсь. «Такси-гост» приглашает водителей с личным автомобилем. Свободный график. Работа без рации и без отчета. Телефон 656565. Мечта, а не работа. Салон «Обуви Гламур» поздравляет всех с наступающим Новым годом и приглашает за покупками. На зимнюю коллекцию скидка до 50%. Адреса салона. Город Заречный, улица Строителей 11А, торговый центр «Рябинушка». Город Пенза, улица Суворова 92, ярмарка Красной Холмы. Проспект Строителей 48, салон «Обуви Гламур». Очень часто в жизни случается, что в Юсте мечты сбываются. Мир мечты, в Юсте ты. Телерадиокомпания «Заречный» раздает новогодние подарки. Каждый участник акции «Подключайся» участвует в розыгрыше ценных призов. Подключение к базовому пакету бесплатное. Торопитесь. Подключитесь до 28 декабря и участвуйте в розыгрыше. Сделайте себе подарок к Новому году. Подробности по телефону 60 13 19. Весело, весело, встретим Новый год. Реклама действительно прошла быстро и мы возвращаемся в студию прямого эфира. Сегодня у нас в гостях руководитель группы компаний, в которую входит Центр семейного отдыха «Пингвин» Игорь Пермяков. Игорь Юрьевич, и снова здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Юрьевич, вот скажите, пожалуйста, вы уже сказали, почему вы, собственно говоря, решили открыть здесь вот этот вот бизнес, да? А расскажите, пожалуйста, поподробнее об услугах, которые предоставляет ваш Центр, потому что, ну, на открытии побывать, естественно, всем не удалось, а следующие выходные у нас еще впереди. Понятно, что рабочая неделя, да? Вот расскажите, пожалуйста, что там есть в Новом «Пингвине»? Раньше там было маленькое, небольшое, уютное кафе. Сейчас что там? Наша команда построила корабль таким образом, чтобы всем и родителям, и детям, и бабушкам было весело, комфортно и уютно. Детьми занимаются аниматоры, воспитатели, им весело, комфортно. Родителям предоставляется просторный зал, где не могут отведать итальянские пиццы, где пиццмекер прошел обучение у итальянских мастеров. Мы не забыли про людей с ограниченными возможностями, им тоже комфортно. Для молодежи Wi-Fi. Ну, то есть там можно найти занятия практически для любого возраста, да? Если, например, у меня ребенок грудничкового возраста и, скажем, там парень 15 лет. Для маленьких совсем детей даже батуты сделаны. То есть вы можете сдать ребенка и уйти отдыхать по своим делам. Его накормят, поиграют. Мы не забыли для пенсионеров, ветеранов. Кстати, да, я слышал, что у вас, помимо того, что это дети, вплоть до грудничков, которых там, насколько я знаю, там даже есть место, комната, где вам можно покормить, да? Да, там есть маленький унитазик, есть пленальный столик. Я говорю, там созданы условия для всех слоев. Игорь Юрьевич, а вот про пенсионеров, про ветеранов поподробнее, пожалуйста, я слышу, что такое. Мы постарались не забыть никого. То есть для ветеранов мы отдали время в понедельник с 10 до 12. Они могут приходить в этот центр, там будет чайпитие. Это каждую неделю. Им будет место встречи, пообщаться. Ветеранам нужно же общение. А вот скажите, пожалуйста, придут ветераны или придут, ну, люди, скажем так, которые относятся, как говорится сейчас, к социально незащищенным слоям населения? Цены? Цены? Ветераны – это чайный стол, угощение. Это предоставляет организация, чтобы было им уютно и комфортно. А все остальное… Еще вопрос повторить. Игорь Юрьевич, ну вот скажите, пожалуйста, а сколько у вас стоит покушать? Покушать стоит 90 рублей. Мы специально сделали доступные цены, чтобы и могли дети приходить после школы поесть, чтобы родители ели. То есть это цена самая приемлемая, ниже которой уже невыгодно работать. Вы сказали, что у вас работает слово такое, вот вы назвали, пицмейкер, да? Да, это научился. Да, это кто? Ну, человек, который готовит пиццу. Вы говорили, что он проходил обучение в Италии? Да, да. А еще ваши повара? Повара – это молодежь. Мы ставим ставку на молодежь, которой трудно куда-то устроиться, работать, и она никому не нужна. Это студенты, молодежь, 18-20 лет. Их считают все бесперспективными. Ну, у нас компания старая, уже давно работает, и мы начинали с молодежи. За 12 лет из молодых выросли крупнейшие профессионалы, тем более в нашей организации большой штат сотрудников, там более 60 только детей. И мы сделали ставку на молодежь. Тем более это молодежь из Заречного, где еще меньше устроится вариантов. Да, проблема. Да, поэтому они и в коллективе всегда создана атмосфера, чтобы обязательно был коллектив. Никаких скандалов. То есть им всегда должно быть уютно, они должны это семейные. То есть это уже не первый наш проект, где мы создаем именно такие команды. Игорь Юрьевич, понимаете, для меня несколько странно это слышать, потому что получается таким образом, что ваш центр, это, ну, простите за вульгарность, не ночной клуб для рубки капусты, да, а, ну, конечно, неблаготворительная организация, понятно, потому что прибыль, бизнес, это понятно, экономика, она есть экономика, от ее законов никуда не уйти. Но все-таки, насколько я понимаю, вот некая такая демократичность цен, 90 рублей за комплексный обед, там минута катания, по-моему... Три рубля. Да, три рубля. Но это не катание, это где воспитатели занимаются детьми. Это детский садик. Ну да, то есть это тоже, ну, я считаю, что, в общем, более чем демократично. А скажите, пожалуйста, а вот где зарегистрирован бизнес ваш, вот этот бизнес? Мы, естественно, зарегистрировали его в Заречном, чтобы все налоги уходили в Заречный, а не в другой город. Приятно, приятно это сказать. Ну, как мы работаем на территории Заречного, как же можем. По планам вы сказали, то, что этот центр не только детский. Со временем, если нам удастся это сделать, ну, нам это, естественно, удастся. Первый этаж – это детское направление, где молодежь. С другой стороны, будет входная группа, где лифты будут поднимать на второй этаж. Это будет караоке-бар, ресторан, дискотека. Третий этаж – это эксплуатированная кровля. Такого нет даже в Пензе. Это на палубе корабля. Люди могут летом сидеть под зонтиками и наблюдать за всем городом. Да. Наша организация сама автор этого проекта. Мы сами проектировали, строили это здание. То есть, у нас своя компания строительная. Интересно, да. Ну, вот, Игорь Юрьевич, пока о планах немножечко вы рассказали. А вот о дне сегодняшнем можно. А вы сами кушали то, что там готовят? Я всегда питаюсь там, где я работаю. Потому что повара знает, что первым, кто будет пробовать это все, буду я. А скажите, пожалуйста, вот молодые люди, которые у вас работают, сколько вот зареченцев у вас сейчас трудоустроено? У нас штат сотрудников в районе 43, ну, процентов 70. Это сотрудники заречного. Трудно было найти вот здесь людей? Трудно. То есть, молодежь сейчас, она не хочет работать. То есть, их устраивает больше торговля или где-то сидеть в охране. А строительный бизнес... Вообще папа-мама есть. Да, папа-мама. А строительный бизнес, общепитный бизнес, никто не хочет. То есть, ну, желания нет работать. Поэтому тех ребят, кого мы набрали из Заречного, из Пензы, я горжусь ими. То есть, они уже за короткий срок смогли сродниться и работают в команде. То есть, ну, мне приятно. Игорь Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот работники вот эти молодые, вы говорили, что вы уже не первый год в бизнесе, да, и брали молодых людей себе на работу. То есть, получается, что у них есть какая-то перспектива, какой-то карьерный рост, да, рост заработной платы? Конечно. То есть, на этом себя стоит основа организации. То есть, всегда молодежь подрастает, переходит на следующую ступень, на ее место приходит другая молодежь. И так движется постоянно. Игорь Юрьевич, спасибо вам огромное. Спасибо вам от меня лично, как от жителей Заречного. Спасибо за участие в программе, как уже от ведущей программы новости Заречного. Надеюсь, у вас все получится. Удачи вам. До свидания. Ну, а что ж, я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи на канале Заречный. Дорогие земляки, компания «Ремстрой» поздравляет вас с Новым годом и Рождеством. Мы желаем вам радости в ваших домах и в ваших сердцах. Компания «Ремстрой». Телефон 232-232. Курс валют в банке «Восточный экспресс». Американский доллар. Покупка 29 рублей 95 копеек. Продажа 30 рублей 95 копеек. Евро. Покупка 39 рублей 70 копеек. Продажа 40 рублей 90 копеек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова